Рождественское чудо готовит Биробиджанская епархия для двух тысяч ребятишек Еврейской автономной области. Епархиальный театр-студия «Образ» ведет подготовку спектакля «Фантазеры» по мотивам сказки Николая Носова, Незнайка и его друзья. Представление пройдет в дни рождественских каникул на самой большой сценической площадке в зале областной филармонии. Епархиальный театр-студия «Образ» привык удивлять своих зрителей яркими представлениями. Ежегодно он готовит для ребят веселые, запоминающиеся рождественские спектакли. В творческом багаже коллектива их уже шесть. Такие, как «Снежная королева», «Мороз», «Кабуратино» в изумрудном городе, «С корабля на бал» и другие. Не менее зрелищный яркий спектакль с великолепной сценографией, светом и звуком будет представлен и в этом году. Нынешняя рождественская постановка будет наполнена искрометным юмором, музыкой, песнями, танцами, массовыми сценами с участием около 40 артистов. Коллектив у нас тоже в этом году подобрался, очень замечательный, все артистичные, все талантливые люди, молодые люди, полны силы и энергии. А на сцене, конечно же, должна быть опять же таки сказка, опять же какое-то чудо, потому что прежде всего мы показываем эту сказку для детей. И Рождество – это тоже чудо. И детей и взрослых не оставят равнодушными коротышки с цветочного города. Известная сказка Николая Носова «Незнайка и его друзья» в исполнении артистов епархиального театра «Студия образ» заиграет новыми яркими красками. Авторы дополнили образы персонажей характерными чертами, понятными именно сегодняшнему зрителю. Ведь одна из главных задач устроителей праздника – чтобы спектакль был интересен и детской, и взрослой аудитории. Ну и чего ты встал? А что ты морчишь? Что не видишь, я идеалом занимаюсь. Я уже занимаюсь, чистый город, зашелся. Это что такое, а? Ты что? Я даже залез в одна коротышки, полазил по сайтам, а ты меня удалил, значит, друзей. А зачем ты девчонок обижаешь? А что я обижаю? Они все некрасивые и вообще будут все... Девочками надо дружить. Она очень актуальная и социальная на все времена. Это пьеса, это сказка, поэтому мы взяли ее за основу. Естественно, в основе лежит оригинальный текст автора, но он, как обычно, это, наверное, стезя нашего театра. Мы добавляем что-то свое из жизни нашего города, из жизни нашей области, жизни нашей епархии биробиджанской. Ну и, собственно, из нашей жизни то, что мы хотели бы подчеркнуть в данный момент. Важнейшая задача организаторов – подарить в самый великий светлый праздник Рождества Христова ребятишкам радость и веру в чудо. Подготовка к рождественским праздникам в биробиджанской епархии началась еще в ноябре. Уже приобретены сладости для подарков. В этом году их две тысячи. В епархиальной мастерской рукодельницы изготавливают сценические костюмы, реквизит для спектакля, а также идет работа по изготовлению декораций, подготовке музыкального оформления. Все это становится возможным благодаря активной поддержке и помощи индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций города Биробиджана и еврейской автономной области. В дни рождественских каникул представление посетит более двух тысяч ребятишек. В прошлом году не все желающие смогли попасть на представление. В этот раз было принято решение сделать еще один дополнительный показ. По этому вопросу нужно обратиться в иконную лавку Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана. Наталья Шуплицова, Евгений Корякин, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».